В школе, колледже или на курсах начни карьеру в IT с компьютерной академии ТОП. Поговорим про повышение продуктивности. Вот тут прям вот такие моменты очень важные. У нас есть некие три фундамента, про которые я расскажу вам, и которые вот вы должны вот сейчас уже в работу желательно внести. И снова же это относится как к дисциплине, к программированию, как к дизайнерам. То есть это на самом деле относится к людям, которые сидят в чубе разжения. Первое, привычки. Следите за своими привычками и установками, чтобы повысить эффективность работы. Первое, это планирование. У вас должно быть прям планирование. А когда планирования нет, это плохо. То есть вы должны прям четко распределять часы в работы, часы обучения, часы на развитие и так далее, на тренировку, на разминку. Очень важно, когда у вас есть тренировки. Тренировки необходимы, к сожалению, ну или как к счастью. Потому что мы люди такие, что мы много сидим, нам надо иногда разминаться. Это прям вот прям необходимо. То есть спорт, питание. Кстати, это моя проблема с питанием. Я, например, когда бывает сажусь ночью программировать, и все. Я программирую, 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 а надо поесть. Надо встать, размяться и так далее. Прямо общая проблема. Сейчас, конечно, это пофиксирование. На телефоне остаются таймеры. Поеди тоже стоят таймеры, потому что просто надо иди поесть. Конечно, ты бывать иногда дикой такой продуктивности. У меня такая фаза бывает, когда прям дикой такой продуктивности пишешь, пишешь, пишешь решение, но перерыв необходим. Иначе можно молоденьким помереть. Поэтому, ребят, надо всякие вот эти хорошие привычки их прям зафиксировать. Отдых, прогулка необходима тоже. Свежего воздуха, а не 24 на 7 сидит дома. Вот, поэтому такие моменты, ребят, про внесите в привычку. Прям рекомендую. И мотивации больше будет. Даже сейчас, если вы уже учитесь, развивайтесь, то есть добавьте прогулку. Это такие моменты. Выход из дома, встреча с друзьями. Но если друзей нет, такое тоже бывает. Все равно выход из дома нужен. Дальше, горячие клавиши. Здесь конкретно я говорю про такую штуку, как EDE. Это такие вещи, которые позволяют более быстрее писать код. Например, я сам горячим клавишам редко пользуюсь, но их, ну хотя бы EDE и всякие такие софт, которые ускоряют разработку, необходимо знать. Например, мы можем применять две такие EDE основные. Это Visual Studio Code, например, я применяю. Хороший такой EDE. Хотя это не EDE, это больше текстовый редактор, который позволяет установить хорошие такие комплексные плагины, которые нужны для разработчика. Такие как Python и разные коммуникации с базой данных, чтобы открывать какой-то тип файлов. То есть разный такой набор. И, например, если мы говорим про Geekbrains, у них вот у PyCharma есть очень классная штука нейросеть, которая сейчас позволяет, помогает программировать. Очень классная штука на самом деле. То есть ты пишешь код, допустим, и она автоматически сама, то есть расписывает решение, сама, как сказать, помогает тебе не затупить и где-то показывать тебе ошибки. То есть очень классная штука, прям рекомендую. То есть если вот начать, я рекомендую, визу у Судя Код, так как все будет топорнее, вы будете все самостоятельно разбираться. И тогда, когда вы уже станете более-менее таким коренастым нормальным, так скажем, джуном, ну или как сказать, начинающим уже таким специалистом, да, уже поняли, как работать с базой, да, тогда рекомендую перейти на PyCharma. Потому что изначально, конечно, из PyCharma плохая привычка, потому что он все автоматизирует, а вы как разработчик должны поднять все-таки на более низком уровне и потом переходить на автоматизацию. То есть, например, если мы говорим про плюсы, например, есть такая очень классная штука, там применяют визу студию, вроде так и называется, приложение. Оно позволяет, то есть писать программы на плюсах и потом сразу компилировать. То есть я знаю, что плюсы, например, компилируются. А как процесс компиляции происходит, никто не знает. То есть я вот рекомендую все-таки вот посмотреть, установить компилятор, запустить этот компилятор, посмотреть, как все работает и так далее. Поэтому прям все рекомендую все-таки начинать с нулей, а потом переходить в вот эти удобства, в горячие клавиши. Они действительно ускоряют разработку, это прям факт. Вот и полезные ресурсы, третий пунктик у нас, надо действительно пользоваться полезными ресурсами. Это различные форумы, Stark Overwall самый хайповый, потом там V-Studio, не помню, там будет списочек, я вам покажу. То есть есть полезный ресурс, где прям надо регулярно смотреть, реализируя свои знания, подписываться на всякие телеграм-каналы, где, например, с книгами, с различным обсуждением. Просто на этот чатик добавьтесь. Иногда просто заходите там перед сном и посмотреть, что там ребята обсуждают. Конечно, в основном бывает срач какой-то, но бывает на самом деле какие-то прям такие баталии, там, зарядок, как оптимизировать данную срочку ухода, да, или как решить эту проблему. Поэтому, то есть подписывайтесь на различные ресурсы и просто хотя бы смотрите комментарии, смотрите обсуждения. Во-первых, вы больше интегрируете сам процесс, вот этот, так скажем, разработчик, да, допустим, и вы больше как-то вот вклинины туда, то есть как-то вот интегрированы. Поэтому рекомендую прям вот постоянно всякие ресурсы мониторить и смотреть всякие каналы, читать и так далее. В школе, колледже или на курсах начни карьеру в IT с компьютерной академии ТОП.